Добрый день, это Актуальное интервью. Я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. И сегодня у нас в гостях известный политолог России Константин Эдуардович Калачев. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Вы федеральный политолог и часто комментируете политические события страны и мира в целом. В единый день голосования и у нас в Якутии прошли выборы как главы города Якутска, так и глав муниципальных образований. Могли бы вы прокомментировать выборы в республике Саха и как мы смотримся на общем фоне? Смотримся на общем фоне хорошо. Выборы были конкурентными, открытыми, легитимными. Нарушений серьезных не было. Если говорить о явке, то явка была выше, чем в среднем по стране. В Якутске 37%, в среднем по Якутии 44%. Это много. В Владивостоке явка была 13%. В Перпавловске и Камчатском ниже 16%. И, собственно говоря, это показывает, что, во-первых, был выбор среди кандидатов. Во-вторых, у людей есть гражданские чувства и патриотизм. Выборы глав улусов проходили по разным сценариям, но все сценарии были конкурентные. Не везде победили единороссы. Есть победы самодвиженцев. Есть победа представителей КПРФ и Справедливая Россия. То есть можно говорить о том, что общественно-политическая жизнь в Якутии живая, незарегламентированная. Что оппозиция ваша здесь чувствует себя вполне вольготно и комфортно. Ну и самое главное, если посмотреть на итоги выборов, в основном победили уже действующие главы. Это означает, что люди выбирают стабильность. Вот несмотря на то, что, как вы отметили, высокая явка в регионе у нас была, тем не менее отмечается недостаточно высокая явка на местных уровнях выборов. Вот что вы по этому понимаете? Ну, недостаточно высокая она в сравнении с предыдущими местными выборами. Тогда у вас явка была больше 50%. Но знаете, для меня невысокая явка – это нормальная явка, это естественная. Когда явка выше 50%, начинаешь сомневаться, а не используется ли там административный ресурс. Понимаете? То есть, лучше пусть будет явка ниже, а выборы честнее, чем несчастных бюджетников будут гнать на избирательные участки, как это делается в некоторых других регионах. Я полагаю, что понижение явки – это общая тенденция. И не только в нашей стране. Это общемировая тенденция в том числе. И даже нельзя сказать, что конкуренция – залог высокой явки. Например, выборы в Владивостоке, выборы Градской думы были высококонкурентными, очень жесткими, напряженными. А пришло всего 13% избирателей. Может быть, это связано для Дальнего Востока сентябрь – не самый удачный месяц для голосования. Я это знаю хорошо по Камчатке. Что делать человек в Петропавловске в выходной день? Он не пойдет на избирательный участок. Он поедет в лес за дикоросами, за грибами, за ягодами. Или будет работать на даче, торопиться собрать картошку, потому что, не дай бог, удавит мороз, картошка померзнет. То есть кто-то проведет время с детьми, кто-то пойдет в кинотеатр. Ну, то есть кто-то вообще в это время находится на материке. Ну, хотя Камчатка – полуостров, но Россию оставлю назвать материком. Так и здесь, наверное, кто-то в отпусках, кто-то на дачах, кто-то в лесу, кто-то еще где. Я думаю, что в марте на президентских выборах явка будет наверняка больше. Константин Эдуардович, существует мнение, что единый день голосования в сентябре – это не очень удачное время с точки зрения явки избирателей. Что вы скажете по этому поводу? Ну, это мнение особенно распространено на Дальнем Востоке. То есть это мнение тех людей, для которых сентябрь – это последний кусочек лета. Все по-разному, от региона к региону. И для москвичей, кстати, началось и тебя тоже не очень удобно, потому что люди проводят время на дачах. И даже День Города, иногда не заставят их остаться в городе, люди все равно уезжают поймать последние лучи солнца. Я думаю, что сентябрь выбирали все время по одной простой причине. Что, что тут лукавить? Хотели подограть партии власти. Дело в том, что как раз на начало сентября, на середину сентября приходится пик социального самочувствия. Отопительный сезон еще не начался. Нет риска срывов, порывов. Нет риска того, что люди уже мерзнут. Но надо думать не только об интересах партии власти, а нужно думать об интересах избирателей в первую очередь. И я знаю, что сейчас Элла Панфилова, руководитель Центральной избирательной комиссии, тоже считает, что выборы надо сдвигать. Выборы надо сдвигать для удобства избирателей и, кстати, для удобства кандидатов. Потому что кампанию в сентябре вести проще, чем кампанию в августе. Август это вообще мертвое время. Соответственно, выборы проходят мимо людей, люди не информированы и люди не приходят. А по вашему мнению, какой месяц был бы наиболее удачным? Мне кажется, это либо конец сентября, либо начало октября. Для Якутии, наверное, самый удачный месяц это Казмарт, когда у нас будут президентские выборы. То есть, если брать теплое время года, я полагаю, что для якутян все-таки легче пойти на избирательный участок тогда, когда еще холодно, чем тогда, когда уже светит солнышко. Потому что когда светит солнышко, лето здесь очень короткое, людям хочется чего-то совершенно другого. Константин Эдуардович, в следующем году в России пройдут выборы президента, самые важные выборы для страны. На ваш взгляд, как настроены жители Якутии по отношению к президенту и насколько активно примут участие в выборах? Ведь явка на президентские выборы это очень важно. По опросам общественного мнения, а есть опросы, которые проводятся по всей стране, в дальневосточном филиальном округе Якутия занимает второе место по рейтингу Путина. Первая Чукотка, вторая Якутия, остальные регионы Дальнего Востока занимают места несколько ниже. И, конечно, я думаю, что и сам президент, и его будущий штаб будут надеяться на Якутию. Хотя Якутия, может быть, с точки зрения количества избирателей, не самый большой регион, зато это самый большой по территории регион. И наверняка Якутия прозвучит на федеральных каналах. Поэтому понятно, что хотелось бы верить, что якутия не подведут. Если говорить о явке, то сейчас декларируемый уровень явки выглядит достаточно высоким. Но понимаете, в чем дело? По всем вопросам всегда, ну, допустим, 60-70% респондентов отвечают, да, я пойду на выборы. Делись сразу на 2 или на 1,5, потому что потом находятся дела поважнее. Нужно сделать то, нужно сделать это. Но вот что касается выборов президента, я думаю, это очень важно пригласовать на них. Вообще, голосовать нужно всегда. А почему важно на выборах президента голосовать? Ну, по той простой причине, что эти выборы будут знаковыми не только для страны, но и для мира в целом. Существенно сложной международной постановки. И страна должна показать, что курс президента – это не только отражение представлений самого президента. Курс президента – это курс большинства. И это, естественно, будет способствовать усилению позиции России на международной арене. Владимир Путин пока не объявил о своем выдвижении. Скорее всего, это произойдет позже. Что известно о его будущих оппонентах? Какие кандидаты обсуждаются в Москве от других политических партий? В последние дни обсуждается только один кандидат – Ксения Собчак. Так, понятно, что парламентские партии, скорее всего, выдадут своих лидеров. То есть, Зюганов, Жириновский, Миронов. Наверняка, в днице Явлинский от «Яблок», он уже заявил об этом. Будут и самодвиженцы. Но среди самодвиженцев могут быть такие интересные персонажи, как Ксения Собчак. Вероятность его выдвижения больше 50%. И мне кажется, было бы очень интересно посмотреть на дебаты Собчак-Зюганов или Собчак-Жириновский. Все надеются на то, что набор кандидатов будет на любой вкус. И будут и женщины-кандидаты. Я полагаю, что и не парламентские партии выдадут обязательно своих. Наверняка выдадут своего кандидата КПСС. Скажите, это будет Андрей Богданов, удивительный человек, который одновременно сгравит КПСС. И еще и является главным масоном в стране. Но я думаю, ясно и понятно, что безоговорочным лидером является Владимир Владимирович Путин. Может быть, поэтому он пока молчит и держит паузу, потому что не хочет давить других своим авторитетом. Для начала пусть другие обозначат свои желания, свою готовность баллотироваться. А потом уже что-то по этому поводу скажет Путин. Я думаю, это будет в ноябре-декабре. Сюрпризов стоит ожидать? Выборы, конечно, предсказуемы. И это может отразиться на явке, потому что победитель, в принципе, известен заранее. Хотя, очевидно совершенно, что для позиции России, для позиции самого Путина, очень важно, чтобы пришло большинство. Чтобы не меньше 50% избирателей принял участие в этом голосовании. То есть, чем выше будет явка, тем лучше. А там уже не так важно, кто и как за кого проголосует. То есть, люди свободны в своем выборе. Ну что ж, в общем, поживем, увидим. Но до выборов осталось совсем немного. Я думаю, что очень интересно, с какой программой Путин пойдет. Потому что ясно, сейчас люди хотят услышать что-то повестки развития. От Сирии и Украины все уже немножко подустали. Все хотят, чтобы власть обратила внимание на собственную сторону. А вот здесь, например, в Якутии хотят мост через Лену, как известно. Да, кстати, по поводу моста через Лену. Недавно была замечательная новость с Восточного экономического форума, где Илдар Хан встречался с представителями китайской компании ПАО China International. И, видимо, даже если в федеральном бюджете не найдется денег на мост через Лену, мост через Лену будет, но уже за счет китайских инвесторов. Скажите, а существует ли какая-то закономерность? На какие выборы ходит население наиболее активно? На муниципальные? Федеральные. На федеральных выборах явка выше, чем на муниципальных. Что, на самом деле, для меня очень странно. Потому что, казалось бы, все-таки проблема благоустройства решает местная власть. И от местной власти очень многое зависит повседневная жизнь людей. Но почему-то наши избиратели предпочитают федеральные выборы местным. Доверие может быть больше какой-то, вера? Наверное, может быть. Может быть. Предмет отдельного изучения. Но, на самом деле, нужно ходить на все выборы, и на местное особенно. Потому что, понятно, если потом у тебя перед домом не будет нормального асфальта, нечего пенять на Путина или на Единую Россию, обращай свой взор на местного главу. А потом выясняется, что ты же за него не голосовал. И спросить за него, соответственно, не можешь. Голосовать надо. И очень коротко, скажите, пожалуйста, кто из политических деятелей страны вам больше импонирует и почему? Очень коротко. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Но это, думаю, банальный ответ. Знаете, моя мама говорит, пойду с нами проголосую за Путина, чтобы у тебя и у твоих детей все было хорошо. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в этот раз у него действительно была программа перемен. Потому что пора в плане что-то менять. Но надо дать должное. Если мы вспомним, то как мы жили лет 20 назад и сравним с днем сегодняшним, перемены к лучшему очень заметны. И в завершение нашей передачи хотелось бы узнать о ваших впечатлениях от визита в Якутию. Мой отец в сибирских челдон, генерал-мирийце, мечтал, чтобы сын побывал в Якутске. Потому что его дед, мой прадед, охранял торговые перевозки из Сибири в Якутск. Я расскажу ему о том, что увидел. Мне все очень-очень-очень понравилось. Ну и наше эфирное время подходит, к сожалению, к концу. Я благодарю вас за конструктивную беседу. И напоминаю, нашим телезрителям у нас в гостях был известный политолог России Константин Эдуардович Калачев. Оставайтесь на нашем канале. Всех благ. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова